Всем привет! Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как видно. Сегодня по расписанию эфир по продажам для фрилансеров. Тема, я надеюсь, интересная для многих. Сначала мне нужно удостовериться то, что вы здесь. Напишите в чате, видно ли, слышно ли, всё ли хорошо. Хорошо? Это на самом деле моя профессиональная привычка, так как я часто веду вебинары. Я спрашиваю, как меня слышно, как видно постоянно. И вот в прямом эфире в Инстаграме то же самое. Так, вижу. Настя, привет! Аня Беляева, привет! Так, Кирилл Антонюк, вижу. Лиза Мамочкина, привет! Привет! Наталья, отлично! Марья Герасименко, потеряшка, привет! Ксения Макухина, привет! Так, Аня Шалтайва, вижу. Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Сейчас ждём спикера. Сегодня я расскажу немножко про тему, да? Значит, сегодня мы поговорим о такой теме, как продажи. Я пригласил спикера, очень крутой, Николай Галищихин. Это очень классный продажник, переговорщик. У него очень обширный опыт, как персональных продаж и переговоров, так и консультирования. Ещё он консультант по стратегическому управлению. У него у самого, по-моему, три бизнеса. И мы с ним договорились о том, чтобы Николай поучаствовал в прокачке нашего сообщества, фриланс-сообщества, да? Ну, в смысле, той части, которая занимается фрилансом. Чтобы Николай занялся прокачкой навыков продаж, навыков переговоров, да? Ну, то есть, в целом, это навыки коммуникаций, но те навыки, которые относятся напрямую к привлечению заказов и напрямую влияют на то, сколько вы зарабатываете. Потому что часто я сталкиваюсь с вопросами о том, что непонятно, как привлекать заказчиков. Точнее, непонятно, как получать проект, непонятно, как договариваться. Я сталкиваюсь ещё с неуверенностью у дизайнеров и, в целом, у фрилансеров, да? В общении с заказчиками, да? Или с потенциальными заказчиками. И я долго не мог понять, насколько актуальна эта проблема. До меня не доходило по той простой причине, что я продажами занимаюсь, в принципе, давно. Да, там, с 2004 года у меня прям плотненький такой опыт прямых продаж был. Потом я после университета в 2009 году начал работать в международных продажах. Продавал программное обеспечение на заказ, разработку программного обеспечения на заказ. Работал сначала в одной компании с автомэйт, потом в другой компании, компания новософт. Вот, дальше у меня были свои бизнесы, там я тоже занимался продажами. И всем, что касается упаковки предложений, да, то есть сопутствующие вещи, которые способствуют эффективности продаж. Короче говоря, у меня эти навыки где-то уже на подкорку записались. И мне казалось то, что народ умеет продавать, в принципе. Но я был не прав. Значит, сегодня поговорим о продаже. Короче говоря, ваша задача сейчас, да, если вы хотите получить ценность от этого эфира, написать сейчас все вопросы, которые интересуют вас по части работы с заказчиками и по части привлечения клиентов. Так, вижу, Николай присоединился. Отлично. Сейчас его подключаю. Николай, приветствую. Да, Дмитрий, приветствую. Приветствую наших участников сегодняшнего прямого эфира. Очень рад быть на связи, обсуждать самые, наверное, важные вопросы. Это умение вести переговоры в любой сферах, особенно в профессиональной. Как твои дела? Все прекрасно? Прекрасно. Сегодня важный день. Я думаю, что важный не только для нас с тобой, поскольку у нас сегодня по большому счету старт такого серьезного большого проекта. Но я думаю, что для многих из участников сегодняшнего эфира. Отлично. Я немножко про тебя уже рассказал. Я буду очень рад, если ты расскажешь от первого лица про свой опыт и про свои достижения в продажах, в переговорах, ну и в консультировании клиентов по этому вопросу. Да. Может быть, ты уже рассказал о том, что первый мой опыт связан не с продажами, а с медицинской спирой деятельности. Нет. Давайте я тогда чуть-чуть, может быть, покажется, что я далека начну, но я занимался достаточно долго вопросами о здоровье. И первое мое базовое образование – это медицинский университет, 10 лет хирургической практики. На сегодняшний день уже больше 15 лет я занимаюсь продажами профессионально. И сам продаю, и обучаю технологиям ведения переговоров и продаж в разных сферах. На сегодняшний день в целом более тысячи компаний, в которых мы отладили отделы продаж, и, соответственно, огромное количество участников, которые лично получили методики, технологии. Причем не те, которые прочитаны в книге и пересказаны, а те, которые уже пропущены через собственный опыт. А в моем опыте есть несколько направлений. Это и продажа медицинского оборудования, и продажа сервисов, отладка хорошего, качественного клиента-ориентированного сервиса. И что касается меня, наверное, есть смысл поговорить о методике, о книге, о которой мы точно будем хотя бы коротко сегодня говорить. Потому что за такой большой период жизни накоплено огромное количество инструментов, причем часть из них авторские, которые позволяют закрывать переговоры в очень коротком цикле. Потому что мы знаем, что и у фрилансеров, и у веб-дизайнеров наверняка есть такая проблема, что с заказчиком можно разговаривать достаточно долго. Он зреет, ему то надо, то не надо, то он хочет, то не хочет. Да, какие-то детали постоянно уточняются, а хочется уже зайти в проект, быть максимально экспертным, ну и, соответственно, заработать денег и доставить некую пользу, результат заказчику. Огонь. Я тут ищу просто твою книгу куда-то и ее делал. Мы можем сделать проще, сейчас одну минуту. Давай, да, я пока расскажу про книгу. Николай написал, недавно выпустил свою книгу, называется «Голд Ринг», это технология продаж. То есть, это более продвинутая технология продаж и переговоры с клиентами. И, ну, в общем, он там свой опыт кристаллизовал. Я прочитал книгу, мне прямо это очень понравилось, это расширенные методики, короче, как общаться с клиентами для того, чтобы результативность была выше. Ну и, типа, как договариваться с клиентом постоянно, каждый раз на положительный следующий шаг. Вот. Давай. Вот такая книга, такая монография, которая выбрала в себя более 20 авторских эксклюзивных инструментов. В том числе она объясняет, и методика, и книга объясняет, почему очень часто мы вяжем в возражениях, почему никак не можем столкнуть нашего клиента в какое-то следующее пространство договоренности, и как сделать так, чтобы нам не приходилось часами, а то и несколько дней убеждать, уговаривать, приводить огромное количество доводов, отвечать на возражения. Как выстраивать переговоры таким образом, чтобы с первой итерации, с первого захода клиент сказал, да, мне надо, да, мне это интересно, для меня это важно, и я готов. И, конечно же, есть эксклюзивные инструменты, в том числе то, что вряд ли вы где-то читали в книгах, видели в методиках, почему комплимент, как такой многогранный инструмент, является прорывным решением для того, чтобы клиент заинтересован был в вашем предложении. И даже если сейчас он не готов, а всякое бывает, чтобы в тот момент, когда у него возникла проблема какая-то или задача, которую он может теоретически решить с вашей помощью, он в первую очередь вспоминал о вас и в первую очередь набирал ваш номер телефона или списывался с вами в социальных сетях, а уже потом, если вдруг там где-то что-то не устроило по стоимости, по контенту, по качеству, вот, он уже, может быть, обращался к кому-то, но, как показывает практика, обычно дальше уже не ищут, понимают, что в адресный запрос клиента мы делаем все предложения, и, соответственно, складывается такая долгосрочная коммуникация в формате WinWin. И уже лайфхаки поперли, прям, ребят, записывайте, то есть, как сделать, чтобы клиент выбрал именно вас из большого количества конкурентов. Просто я часто сталкиваюсь, что, например, на фрилансе, когда ты ищешь, например, на площадках заказа, так, по хардкору, да, очень большая конкуренция. Вот, и, собственно, вот эта вот техника, она как раз помогает обойти конкуренцию на раз. Ну, грубо говоря, заказчик будет выбирать уже там не из там 60, там 100, а из трех людей, которые ему особенно запомнились. Окей, я предлагаю тогда двинуть к вопросам. У меня есть несколько интересных вопросов, которые я собрал перед эфиром, и у меня просьба к вам, к зрителям. Напишите, пожалуйста, в чате, прямо сейчас, с какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе переговоров с заказчиком. Вот, с какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе переговоров с заказчиком. Я имею в виду начальный этап переговоров, когда, например, клиент вам пишет, и вы не знаете, что им ответить. Ну, и не знаете, что с ним делать, в принципе, дальше. Окей, пишите, пожалуйста, и мы на ваши вопросы тоже будем отвечать. И пока у нас участники формулируют вопросы, я немножко тоже возьму, как говорится, в свои руки инициативу. Я сам достаточно часто обращаюсь на сайты freelancers.com, workzilla.com для решения каких-то небольших задач. Для меня на самом деле проблема. Когда я запускаю с адекватной ценой какое-нибудь задание, на меня вываливаются 30, 50, 70 предложений, которые невозможно отличить друг от друга для того, чтобы тебе понять вообще, какое будет качество, какой будет результат. Либо надо давать всем тестовое задание, чтобы смотреть вообще, что ты получишь в первом приближении. Либо просто сильно очень рисковать. И на самом деле, Дим, ты правильно сказал, что очень важно отличаться. То есть прям зацеплять на самом первом этапе коммуникации, выпадать из всей этой серой массы, когда есть дежурные ответы, дежурные стандартные какие-то, дежурные стандартные обратные связи. И важно, вот я это называю, такая технология остановки маховика, когда мы становимся настолько яркими в переговорах, что в этот момент человек действует по принципу вид. Это внимание, интерес, действие. Первое его надо остановить, потом вызвать интерес, чтобы он просто сначала перестал бежать, потом просто остановился и посмотрел в нашу сторону. А потом уже, начиная с каких-то ярких и точечных предложений, выстраивать уже конструктивную коммуникацию, в которой польза есть сразу. Вы еще ничего не сделали для клиента, но он понимает, что с вами надо работать, потому что он уже из первых фраз, из первых предложений увидел для себя какую-то пользу. Огонь. Так, пошли вопросы. Вижу вопросы от Елизаветы Мамочкиной. Не помню, как зовут. Девушка под ником MMA Design проходила интенсив у меня. Мария Герасименко. Вижу вопрос. Сейчас тогда переходим к ответам. И поставьте, пожалуйста, в чате плюс, кому вот прям конкретно актуален вопрос собственного развития в плане продаж и переговоров. Поставьте прям несколько плюсов, если вам сильно актуальны. Так, по вопросам. Значит, ну, есть общий вопрос. Вообще нет понимания, как вести диалог, как озвучивать оплату и когда. Это вопрос к структуре продаж. Что писать клиентам, чтобы они ответили? Это по поводу прямых продаж, наверное, да? Разберем тоже этот вопрос, потому что есть продажи пассивные, есть продажи активные. Вот так. Дальше есть один частный вопрос. Потом пугает, когда проект, когда я не вижу, кто заказчик, какие у него боли и эмоции. Да, то есть как получается выяснять боли, как понимать боли заказчика, как понимать, короче, что он чувствует по поводу переговоров с тобой, по поводу определенных этапов проекта. Как составляется, заключается договор между дизайнером и клиентом? Это формальный вопрос, можно на него чуть позже ответить. И так, про договор вижу. И получается вопрос тех, которые в чате. Вроде все окей, вроде хотят, потом тишина. Потом как грамотно донести ценность продуманного дизайна? По поводу заказчика мы уже договорились по сотрудничеству и тишина. Короче, давайте начнем тогда, знаешь, с чего? С ответа на вопрос вообще нет понимания, как вести диалог и как озвучивать оплату и когда. Наверное, с той частью вопроса, как вести диалог, в принципе. Вот заказчик, например, тебе написал, что делать. Я бы разделил этапы коммуникации с потенциальным заказчиком на несколько шагов. И крайне важно не то, как мы делаем, потому что в большинстве случаев человек, выходящий на биржу, уже обладает определенными компетенциями. И я предполагаю, что все сегодняшние наши участники уже являются хорошими специалистами в своей сфере. А вот как сделать так, чтобы пошел диалог? И вот здесь одно из самых главных правил, которые я использую, давайте о двух скажу. Первое – это выходить из коммуникации через мессенджеры и через сайты, выходить в живую коммуникацию, любой ценой. То есть спрашивать, делать запросы, а можно ли посмотреть, в какой сфере вы работаете. Можно ли в социальных сетях немножко узнать чуть подробнее о вас. И вот хороший был вопрос, который ты читал, это как понять боли клиента. Это значит, что надо прорваться к нему в личное. Либо телефонный звонок, либо личная встреча, либо хотя бы через социальные сети понять, кто это. Я понимаю, что большая часть работы идет на удаленке, и про личные встречи говорить сложно. Сейчас в эпоху постперонавируса, как говорится, очень надеюсь, многие уже привыкли к тому, что визуальное общение через Zoom, через Instagram, через любые какие-то другие мессенджеры, через WhatsApp, оно уже возможно. И когда мы пишем для того, что, ну, то есть с точки зрения пользы для клиента, если мы пишем, давайте, три минуты живого общения точно даст больше представления о том, как мы с вами сработаем, чем несколько дней переписки, мы как бы сразу идем через потребность клиента, экономим его время. Мы можем сразу говорить о личности настройки, о понимании друг друга, в одном ли понятильном поле и с одним ли термином мы работаем. То есть для клиента, вот если говорить вообще про интернет-решения, про дизайнерские решения, очень важно, чтобы настройка была на одно понятильное поле. Очень часто клиент не договаривается с исполнителем, потому что одни и те же задачи называют разными словами, разные подходы терминологические. Это первое, выходить личный контакт. И второе, это проявлять настойчивость. Потому что очень часто у меня такая история бывает, когда я раскидал всем заявки, отправил. И я, в принципе, готов начать работать, но меня засосала какая-то рутина, текучка, другие задачи. И если мне написали повторно, сказали, Николай, алло, будем работать или не будем, вообще есть желание и готовность. Есть статистика, что во второй контакт активно заказчики выходят в менее чем в 10% случаев. Обычно просто закинули в фоновом режиме, ну, а Вось, как говорится, ответит. Вот, точно так же, как я консультирую людей при трудоустройстве на постоянное место работы, прям настойчиво рекомендую, если вы отправили в ответ на какой-то запрос на сайте там работа.ру, там Headhunter, отправили свою анкету, напишите, не далее, чем через сутки, еще раз скажите, пожалуйста, удалось ли посмотреть мою анкету, там, какое ваше мнение, впечатление, вот, готовы ли вы к дальнейшему диалогу. И наша настойчивость – это проактивность. Если клиент видит, что большая часть исполнителей пассивна, они реально понимают, что им придется и в процессе выполнения задачи пинать, подстегивать, стимулировать, двигать исполнителя. Вот, если они видят, что проактивность есть, если человек предлагает какие-то сразу решения, пускай там без больших ваших временных вложений, но вы уже говорите, а давайте я что-то там, какой-то макет вам пришлю, давайте я согласую, может быть, какое-нибудь стартовое задание. Вот, не обязательно его делать. Ну, я имею в виду, что сразу отсылать на старте. Но проявлять активность один, два, три раза. Вот, это точно работает. Супер. Я подытожу немножко, да? Да. То есть, сейчас, получается, Николай озвучил два очень важных, ключевых принципа, которые сильно влияют на результативность. Ну, типа, получите вы заказ или нет. Первый, прям записываете, это выходить из текста в живое общение. Живое, в онлайне или в оффлайне. И второе, это рефреш постоянный диалога. Ну, рефреш в смысле напоминание о себе, да, там, через день, там, через два, максимум через три. Если, например, вы забиваете на неделю, тогда вас уже могут реально забыть, потому что, ну, у делового человека, там, у предпринимателя, он может просто с очень большим количеством народа общаться в течение недели. И он просто не вспомнит, кто ему писал. Вот. Ну, что еще здорово в связке мессенджер плюс живое общение, это то, что в мессенджере можно кинуть напоминалку, которая будет висеть всегда. Это гораздо круче, чем, например, по e-mail, да, общаться. Я очень благодарен тому, что сейчас есть мессенджеры, потому что, когда я начинал в продаже, мы вообще начинали с факсов. То есть, прикинь, реально, факс, семейный аппарат стоит такой, ты такой мне звонишь. Алло, здравствуйте, примите факс. И такой бумагу туда пинь. И она еще, короче, так долго прогружается, такая, э-э-э, едет, едет, едет. Мы приняли факс, а там в факсе предложение назначить встречу и пообщаться. Потом мы начали использовать e-mail. Потом после e-mail, когда поняли, что это, типа, может быть, не особо эффективный метод назначения встреч, ну, хотя в корпоративщине, да, это проходит, ну, в смысле, в больших компаниях, да, я их так называю. Потом начали использовать соцсети. У меня был крутой опыт, когда я работал в софтомете и назначал встречи в Москве. Я встречался, так, с Евросетью, с Озон, с Кинопоиском. В общем, я писал, типа, ребята, я находил руководителей в моем круге, я не знаю, есть сейчас такая соцсеть или нет, ну, LinkedIn есть, кстати. Я в моем круге находил, писал, типа, привет, как дела, меня зовут такой-то такой, короче, мы занимаемся разработкой программного обеспечения, я буду проездом в Москве, задавал временной промежуток, вот, давайте встречаться. И долбил, короче, пока мне не ответят. Я забивал себе, там, по три встречи в день, это был, конечно, хардкор, но в течение недели, я вас понедельник по пятницу, когда был в командировке, я гонял по этим встречам. Вот, мы даже, мы даже продали проект один чуваку, экс-продюсеру группы Тату, Иван Шпуалу, вот это была история вообще. Ну, ладно, об этом отдельно можно говорить. В общем, вот, да, рефреш, и живое общение. Окей? Это первая часть вопроса. Еще, предлагаю, один... Вход в контакт, да? Да, вход в контакт. Вход в коммуникацию. Ага, Николай. Да, я сейчас, наверное, парочку лайфхаков, которые могут пригодиться. Первое, надо быть максимально готовым к предложению в любой момент. И когда я обучаю на живых своих семинарах, я говорю, вообще, существует пять обязательных правил, которые необходимо использовать еще до того, как вы вживую там или в интернете, ну, вы вышли в контакт со своим клиентом. Первое, это понятно знать о клиенте, особенно если вы общаетесь не первый раз, получили какую-то ниточку для того, чтобы узнать о нем подробнее, идете туда. Второе, это иметь максимально точное и качественно упакованное свое предложение сразу. Потому что если вы задаете кучу вопросов, а в итоге присылаете нам что-нибудь, ну, я сейчас боюсь, как говорится, попасть под шквал критики, но я, к сожалению, такое встречал. Где-нибудь в Word две картинки, размещенные на страничке, вместо хорошо, красиво оформленного портфолио, которое… Нет, наши так не делают, ты что? Да-да-да. Да-да-да. И когда реально клиент получает максимально приближенно к его задачам, если вы там в переписке спросили, а что у вас, он говорит, стоматология, вот прям ищите максимально близкую тему к тому, что его волнует, то, что его интересует. И самое обидное, когда у вас реально в послужном списке уже есть эти компании, у вас есть уже эти кейсы, вот, но они где-то неупорядочены, они лежат где-то в папочках, там, в техническом формате выложены. Научитесь формировать свой бэкграунд, чтобы он был в любой момент такой удобный к применению для вас юзабилити. Там сразу из папочки достали, отправили. Вот. Понятно, что это возможно потребует дополнительных ресурсов на этапе завершения проекта, ну, как говорится, сдали, деньги получили. Вот. Но это еще не все. Вот. Часть моей методики Goldring, это восьмой пункт, это умение готовиться к следующей встрече с этим или с другим клиентом, основываясь на том опыте, который вы получили в процессе этой продажи и этого взаимодействия. Это значит, что, если вы подготовили какой-то, ну, я не знаю, там, кейс, да, какой-то там мастер-кит, то они должны быть у вас прям разложены. И если вы отправляете сразу в течение минуты, пока человек не выпал из эфира, это всегда эффективнее, чем вы отправитесь завтра, послезавтра или даже вечером этого же дня. Потому что он здесь у вас в коммуникации, здесь же сразу пришло, сразу открыл. Зачем ему искать еще кого-то, с кем-то вести переговоры, если его сразу все устраивает. Вот. На мой взгляд, еще очень важный момент в процессе переговоров, это тоже где-то в серединке примерно будет вашей встречи, это в любом случае, готов клиент или не готов, думает, взвешивает, анализирует, это получать с его стороны четкие, точные, конкретные договоренности. Когда человек говорит, ну, хорошо, давайте я посмотрю, вот, и выпадает из эфира на неизвестное количество времени. Я обычно шучу так, самый бесполезный и самый бессмысленный финал любого телефонного звонка или переписки в мессенджерах. Хорошо, давай созвонимся. Возникает вопрос, кто звонит, кому звонит, когда звонит и зачем он это делает. Вот. И когда вы не выпускаете клиента из коммуникации, пока не появилась точность, когда вы говорите, хорошо, если я отправлю сегодня в течение часа, когда я могу получить от вас ответ, независимо от того, положительный будет или отрицательный. Человек понимает, хоп, у вас есть хваткость, у вас есть четкость, у вас есть точность. Видимо, вы и проекты так выполняете. Вот. И как только вы где-то что-то подвисло у вас в воздухе, вы не понимаете, когда будет следующая коммуникация, что вам надо подготовить, какую реакцию вы ждете с его стороны, какие дополнительные корректировки. Вот. У вас очень много энергии уходит в так называемые незакрытые циклы. Вот. Я, будучи руководителем компании, которая занималась почти два года подбором персонала, у нас было такое железное правило. Учитывая, что у нас проходило большое количество соискателей через наш офис, мы всем гарантировали, что мы дадим ответ. Взяли человека на работу. Ну, в смысле, заинтересовался работодатель или не заинтересовался. Я считаю, что очень многие компании и кадровые агентства, в том числе, очень сильно грешат этим. Прошло 10 человек, из 10 выбрали одного, 9 человек. Ближайшие 3-5 дней, там, 10, а то и некоторые несколько недель, живут в таком подвешенном состоянии. И если мы сейчас говорим про кадровые агентства, это, как говорится, уже их грех, который они берут себе на душу. Но вы, как люди, которые ищут непосредственно контакт с заказчиком, должны вот эти вот гештальки, но минимизировать, не закрытые. Чтобы вы знали, что если вас не выбрали, то в течение двух дней вам должно прийти от заказчика уведомление, вот, или вы напишите, скажите, скажите, какой итог, какое решение. Что с этим дальше делать, мы еще раз поговорим, потому что это не значит, что вы проиграли переговоры. Это значит, что вы вышли на следующую ступеньку, на следующий этап взаимодействия с этим заказчиком. Ну, потому что, может быть, просто под руку попалось какое-то портфолио, которое сразу его устраивает. Но если это не последний заказ, скорее всего, он обратится к вам, если просто увидеть, что у вас все четко с договоренностями, четко с простроенными отношениями, и это экономит огромное количество времени, энергии, ресурсов потенциального заказчика. То есть, получается, здесь два принципа, опять работает. Первый принцип – это точность и конкретность в коммуникациях. То есть, вместо того, чтобы написать, типа, ну, окей, благодарю вас за то, что написали, созвонимся, нужно написать вопросом, типа, очень круто, я предлагаю созвониться, во сколько, или когда, и во сколько вам удобно. А еще лучше, вам удобно в понедельник или в среду? Да, и можно сразу предложить окошко. у меня есть удобное время с 3 до 5 в пятницу, если это совпадает с вашим графиком, буду очень признательным встретиться и пообщаться предметно именно в это время. И очень часто… Невосколько вам удобно, да. Да, то есть, мы как бы не говорим, что другие варианты не рассматриваются. Но когда мы подсказываем нашему партнеру, нашему заказчику уже конкретное окошко, ему остается только заглянуть в свой календарь, если у него там возможность такая есть, он говорит, «О, да, все окей, встречаемся и обсуждаем». Супер. Так меня слышно нормально? Мне прекрасно слышно, да. Отлично. Окей, и второй принцип получается – это инициативность. Значит, есть две большие разницы, как говорится. Первое – это писать утверждение, а второе – это задавать вопросы. Так вот, если вы задаете вопросы, в принципе, то вы гораздо более эффективно, точнее, вы увеличиваете сильно шанс продажи. Вот. Потому что вы сами строите процесс этой встречи или сами строите процесс коммуникации, инициатива всегда в ваших руках. Вот. Это второе. Это прям тоже очень важно. Можно, нужно выписать. Сюда же еще одно дополнение, если позволишь. Да. Очень часто меня на живых встречах особенно спрашивают, слушай, ну если я буду задавать огромное количество вопросов заказчику, вот, он же не подписывался на то, чтобы на них на все отвечать, и это по большому счету не интервью. Вот. Он не, да, он не чек-лист заполняет с наших слов. Вот. И не будет ли навязчивостью, не будет ли таким, как говорится, избыточным на нашей активности, если мы будем задавать несколько вопросов, особенно подряд. Здесь два комментария. Первое – не задавайте несколько вопросов подряд, пока вы не дождались конкретного ответа на предыдущий свой вопрос. Ну, маленький, маленький такой тест, да, а скажите, если вы задали два вопроса подряд, на какой из этих вопросов будет отвечать ваш оппонент или ваш второй участник переговорного процесса? ответ здесь правильный единственное. Он будет отвечать на тот вопрос, на который ему комфортнее отвечать. Не на первый, не на последний. Вот. Это первое. И второе. Для того, чтобы не быть навязчивым, если вы чувствуете, что, ну, явно, как говорится, переизбыток уже вопросов, вот, поясняйте, для чего вы это делаете. Потому что, когда я спрашиваю, а можно еще уточнить, пожалуйста, как часто вы, например, работаете с дизайнерами, с какими, там, или, например, как быстро вам это сделать и почему именно вот такой запрос. Вот. Чтобы это не было допросом в чистом виде, добавляйте такую фразу. Я, этот вопрос я задаю для того, чтобы. Например, показываете выгоду человеку. Для того, чтобы нам сэкономить примерно, там, два дня на прорисовку каких-то макетов, эскизов и не тратить ни ваше время, ни мое. Вот. Я, давайте лучше сейчас задам пару вопросов, и мы с вами максимально точно выйдем вот в тот формат, вот, и в тот необходимое качество, которое сейчас вы ожидаете. Огонь. Да. Да. Супер. Это прям очень важное дополнение. И, например, когда вы хотите назначить встречу с заказчиком, ну, в смысле, вытащить его в живое общение, тогда тоже можно пояснять, зачем. Да, то есть, чем это будет выгодно заказчику потенциально. Здесь задают вопрос, будет ли запись прямого эфира. Да, конечно, запись будет. Я публикую это потом в IGTV нашего канала. Она будет сохранена, можно будет посмотреть в любой момент. Вопросы продолжают писать, сейчас мы на них по порядку отвечаем. Смотри, вопрос. Поехали тогда по поводу, наверное, шагов коммуникации. Ну, и можно даже с самого начала и по порядку. Вот, короче, написал тебе заказчик. Да. что делать? Вопрос возникает. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если у вас возникал вопрос, что делать, когда он написал заказчик в мессенджере. смотри, у меня здесь есть такое сравнение, учитывая, что я работаю не только с фрилансерами, не только в прямую с отделами продаж и специалистами, которые ведут переговоры, но и занимаюсь проработкой бизнес-процесса в крупных холдингах. Очень часто бывает такая ситуация, когда совещание прошло, выходят совещания двое, он говорит, ну давай будем что-нибудь делать, может быть не накажут и может быть даже заплатят там зарплату. Так что это, мне кажется, самая бессмысленная и самая такая, самая минусовая модель, которая только может быть. Поэтому повтори все раз, пожалуйста. Еще раз, да? Если выходят двое совещания и один другого спрашивает, ты понял, что надо делать, что там шеф требует, он говорит, не, не понял, я тоже не понял, давай, что будем делать? Он говорит, ну давай хоть что-нибудь будем делать, может быть угадаем, что он хотел. Огонь. Да, может быть не накажут, как говорится, может быть нашей интуиции хватит. Так вот, на мой взгляд, вот особенно в сфере фриланса, в сфере дизайна, крайне важно не делать то, что ты не понял. То есть лучше уточнить еще раз, лучше переспросить, вот, а не хвататься и сразу не начинать делать что-то, а может быть оно подойдет, может быть все, может быть это будет как бы подходящим вариантом. И вот я отдавал в руки заказы какие-то, когда человек говорит, скажите, пожалуйста, а если я пришлю вам самый идеальный вариант, а можете назвать, допустим, оформителей, которые вам больше всего нравятся? И если не секрет, почему именно они, что вы увидели ценного в этом? Следующий этап, прежде чем снова там что-то рисовать или там что-то отправлять заказчику, это сказать, а если я вам пришлю три варианта не своих работ, чтобы вы просто посмотрели, вот, что вам из образцов, из вариантов больше подходит, чтобы я уже мог начинать делать тестовые задания, максимально приближенные к вашему сегодняшнему текущему запросу. Это значит, что в этот момент по принципу бережливого производства, которое я безумно люблю, я знаю, что, Дим, ты любишь ТРИС, это очень близкие, теория решения изобретательских задач, это очень близкие модели по принятию решений. Это называется сохранить ресурсы и получить максимально выгодный и максимально емкий результат, используя минимальное количество временных организационных затрат. И поэтому узнаем максимально тот образ, который человек хочет получить и только после этого начинаем, начинаем что-то делать. Еще один момент с точки зрения переговоров. Я бы его сформулировал таким образом, это взаимная договоренность. И когда я начинаю что-то своему заказчику отправлять, у меня примерно, коллеги, примерно такая же ситуация, учитывая, что я занимаюсь тренингами, занимаюсь разработкой управленческих моделей, корректировкой бизнес-процессов. Вот, меня точно так же заказчики иногда просят, это разработать нам модель тренинга, да, или там алгоритм, или методологию. Вот, если он подойдет, тогда мы, в принципе, начнем с тобой работать. И вот, я задаю обычно вопросы уже по ходу. Вот, я спрашиваю, а почему именно такой выбор? А почему именно на этом мы делаем акцент? А что аналогичного уже делал вам кто-то другой, и что вас не устроило, например, там, в этой модели, в этом подходе? Например, в тренерской сфере классный вопрос, который точно работает. Я говорю, ну, у вас же не первое обучающее мероприятие, скажите, пожалуйста, а почему вы сейчас ищите тренера? И они говорят, ну, знаешь, он всегда нарушал там сроки, допустим, подготовки тренинга. Или он там не обладает теми навыками владения атмосферы в группе, именно поэтому мы не готовы дальше продолжать. Или еще что-то, там не точно есть документация. То есть, ищите прям минусы, потому что, скорее всего, заказчик, который сейчас к вам обращается, он уже ведет на грабли наступил. Если вы увидите его боль в чистом виде, а почему он сейчас на рынке снова проходит вот этот, вот, как говорится, сизифа в труд, тащит этот камень наверх этой горы снова, а это для любого заказчика всегда проблемно. И чем-то, значит, его предыдущие форматы и предыдущие итерации взаимодействия с другими специалистами на рынке не устроят. Если вы это видите, то тогда вы можете сразу акцентировать на это внимание и предлагать более точные, более качественные продукты, более качественные даты. То есть, получается, сейчас я тогда разложу все на маленький этап, чтобы было понятно. Первое, значит, когда заказчик тебе написал, например, там, здравствуйте. Мне бы вас порекомендовали как хорошего дизайнера. со звуком стало хуже, поэтому давай посмотрим может быть что-то. У меня наушники сели, сейчас. Короче, первое, пишет вам заказчик и говорит, здравствуйте, мне вас порекомендовали как хорошего дизайнера. Вы дизайном занимаетесь? Вопрос. Вот, и типа, что отвечать? Значит, и здесь получается по шагам. Первое, ну, поблагодарить, да, за то, что он вам написал, подтвердить то, что вы занимаетесь дизайном. Потом второе, спросить у него, у заказчика, коротко про задачу. Да, дизайном занимаюсь, скажите, пожалуйста, что вам необходимо сделать или какую задачу вы хотите решить. Вот, получается... Я дополню, смотри, сразу дополню, чтобы нам далеко не убежать. Вот даже то, что ты сейчас продемонстрировал, на самом деле, состоит не из двух шагов. Поблагодарить и задать вопрос. А из трех. И ты сейчас это прямо продемонстрировал. Первое, поблагодарить. Второе, это дать утвердительный ответ. И третье, это не выпускать из этого этапа переговоров нашего клиента-заказчика без дополнительных уточняющих вопросов. Вот такая трехфазная модель позволяет постоянно вам быть инициатором переговоров и постоянно получать дополнительную инсайдерскую информацию от заказчика для того, чтобы максимально точно быть настроен на конечный результат. Да, идем в детали. Это, получается, можно применять к каждому, получается, запросу от клиента. То есть, он вам что-то пишет и у вас вот это вот три шага. Благодарю, подтверждение. И третье, это следующий уточняющий вопрос. Значит, далее. Выяснили задачу и дальше применяете то, что Николай советовал. Очень хороший вопрос выяснить, почему для человека актуальна эта задача прямо сейчас. Вот. И что он ожидает получить от исполнителя? Ну, или что для него важно в процессе поиска исполнителя? Вот это вот первые вопросы квалифицирующие заказчика, которые вам помогут. Квалифицирующие, значит, есть такой этап квалификации, называется. То есть, вначале, когда человек вам пишет, вам нужно понять, он как бы вообще ваш, не ваш. Вот. Вдруг он, не знаю, он хочет там сделать визитку, да, у него бюджет 500 рублей. Либо он хочет сделать интернет-магазин, у него там бюджет может раскрыться там тысяч на 300, да. Вот. И вот это вот лучше выяснить быстро и заранее. А потом уже вытаскивать в коммуникацию и здесь получается, ну, мы будем дальше говорить про такой этап, называется pitch. Вот. Что, может по этапам тогда? Да, мы можем пройтись по этапам. И чтобы вот эту тему нам тоже не упустить важное, вот, я хочу подарить вам еще один вопрос. Он относится к стандарту золотых вопросов переговоров. Он звучит следующим образом. Что для вас важно в... И хвостик можете представлять вообще там любой. И вот на том этапе, о котором ты сейчас говоришь, когда это квалифицирующие вопросы, когда мы вообще принимаем решение работать или не работать, потому что не только заказчик выбирает нас, но и мы должны иметь как бы внутреннюю целостность и мужество для того, чтобы быть готовыми некоторым заказчикам отказывать, потому что если мы, как говорится, работаем со всем, что шевелится, то очень часто мы на самом деле начинаем делать не свою работу, не в те чеки, не с тем результатом, который хочется. И вопрос, что для вас важно в, например, в выборе исполнителя, что для вас важно в конечном результате, который вы получите. И очень часто наши заказчики, клиенты, они прям напрямую рассказывают нам все, прям по пункту, у него, возможно, даже записано. Для меня важно, чтобы к 15 ноября было готово в таком-то объеме, с таким-то качеством, чтобы были там подписаны все документы, бумаги, чтобы были согласования, чтобы мы могли выйти на следующий этап, поскольку у меня там бюджет и прочее. Вы задали один вопрос, а понимаете, что, в принципе, у вас весь сценарий работы дальнейшие на полгода с этим заказчиком уже понятен. Ну, это, кстати, классный якорь к тому, чтобы заинтересовать заказчиков во встречах. То есть, закидываешь ему, он сразу может выдать, например, что для него важно, как бы он свои боли показывает, да, все на поверхности, и потом типа, хорошо, давайте мы с вами в живом формате встретимся и отсудим с вами и прям вот по его болям, как мы будем с вами работать, сколько всем будет стоить, да, там, как, не знаю, делать проект вовремя и так далее. Вот. И это уже сразу будет плюс один к тому, чтобы выделиться среди других конкурентов, среди дизайнеров, которые ни черта не понимают в продажах. Поэтому у вас есть сейчас офигительная возможность начать прокачиваться в продажах. Я считаю, что навык продаж нужен, в принципе, любому человеку, который свои услуги продает. Чтобы быть просто более адекватным на рынке. Окей. Николай? Ты предлагал пройтись по этапам продаж, и я думаю, что это на самом деле важно, это та база, это тот фундамент, с которым надо стартовать. Потому что, как показывает моя многолетняя практика и продажника, непосредственно, и тренера в этой сфере, когда в группе, например, в 15 человек я задаю вопрос, напишите, пожалуйста, последовательность шагов внутри переговорного процесса. Кажется, вот у меня каждый раз всегда такой риск, внутренний, если честно говоря, страх, что сейчас все напишут правильно шаги, но еще ни разу не было ни одной такой ситуации, где бы я не встретил, но просто такого хаоса, когда люди пишут, что первым делом надо делать презентацию, а потом уже там разгребать все... Давай затестим. Давай для начала я задам первый вопрос. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в чате, в чем суть продаж? В чем суть продаж? Что самое важное в продажах? Вот так. Пока вы пишите, мы... Нет, мы подождем. Подождем, подождем. пока вы напишите, почитаем. Потом мы у вас спросим, как вы считаете, в какой последовательности необходимо выстраивать коммуникацию с заказчиком в процессе продаж? Я смотрю, ты хочешь жести прямо, да? Видимо, ты хочешь, чтобы эфир был такой прямо огонь-огнище. Ну, это же практическая, да, практическая ценность. Так, погнали. Вопрос, донести ценность? Да, я бы не верю, но это хорошо. Благодарю вас за комментарий. Донести, показать ценность, наверное, узнать, закрыть потребность. Так. Еще. Решить проблему. Супер. Уже ближе. Получить потенциального клиента, чтобы покупал в среднем у меня, пусть и не в каждом случае. Так. Вариант. Ну, как бы, иначе зачем продажей заниматься, верно? Ясно. Окей. Ну, в целом, в целом, да, вы правильную сторону мыслите, да, вы написали в основном о том, что это нужно показать ценность, но чтобы показать ценность, нужно сначала выяснить потребность. Если все это собрать в кучу, да, первый шаг, это выяснить потребность, второй шаг, это показать ценность, то есть предложить решение, и третий шаг, финальный, это все-таки решить проблему заказчика, ну, или наставить, так сказать, заказчика на путь решения проблем. С вашей помощью, естественно. Окей. И дальше погнали тогда. Ну, блин, я уже в суетатность рассказал. Дим, ну да, ты, конечно, слил всю стратегию уже, да? Вот мы уже сейчас интригу из этого не сделаем. И если сильно упрощать, смотрите, я это называю горизонтальной цепочкой коммуникации и вертикальной цепочкой. Горизонтальная цепочка коммуникации строится из этапов догревания клиента. Когда на самом деле мы на первом этапе проинформировали, на втором этапе сделали что-то в тестовом формате, на третьем договорились, на четвертом выполнили работу, на пятом получили обратную связь, на шестом мы получили рекомендации от этого клиента, который расширяет, сформирует так называемую обратную воронку, когда он начинает уже рекомендовать нас кому-то. Вот. И есть так называемая вертикальная, вертикальный алгоритм, когда мы каждый из этих этапов, каждый из этих касаний с клиентом, мы раскладываем на дополнительные шаги. И вот это, я считаю, что является базой как раз для переговоров. И то, что ты сказал, это выяснить потребность, сделать предложение в потребность и, соответственно, удовлетворить потребность клиента. Я бы сильно расшил это и, на мой взгляд, обязательно должен появиться, перед тем, как мы выясняем, даже выясняем потребность, очень важный этап, друзья мои, прошу прощения за мой французский, но это этап смазки. Этап смазки, можете лучше представить лыжи, чем то, что вы представили. И если вы хотите, чтобы переговоры были искренними, чтобы вот этот долгосрочный «не прекрати, я попытаюсь в деловое русло вернуть сейчас наши коммуникации». В ретакте, сидя лыжи, да. Да. И этап создания контакта, этап создания вот этой атмосферы доверия, он как раз и позволяет нам сэкономить огромное количество ресурсов на вот как раз который мы теряем, когда клиент начинает разговаривать с нами фразами клише. А как сделать дешевле? А почему так дорого? Может сразу в баню, да? Да. И уверен, что если это пройдет, как бы баня пройдет, тогда дальше это будет просто. То все остальное там в долгосрочном формате получать заказы. Я имею в виду просто попариться, да. Я когда продажами занимался, я когда продажами занимался, короче, ну на международном уровне, там же получается разный менталитет, да, по разным странам, да, не знаю, в Израиле там, там у тебя с тобой заказчик торгуется вообще до срачки. Вот в Китае, короче, там нужно прям, не знаю, ходить и бухать просто со всеми, да, и это получается как раз первый этап. Есть даже отдельная должность в компаниях, которые занимаются продажами в Китае, ну я не знаю, как сейчас там было, а раньше точно. Был чувак, который просто умел много пить. Вот. И он ходил на встречу, и как бы, если он как бы выдерживался, его сразу уважали, и там дальше диалог переходил в более конкретную плоскость. Окей, да. Дим, я не знаю, надо ли нам этот модуль включать в наш курс по переговорам, вот, но у меня есть как минимум четыре лайфхака «Как пить и не пинеть», вот, благо наш коронавирус как бы сильно начинает защищать нашу печень сейчас, да, потому что бухать онлайн, мне кажется, это next level. Это, мне кажется, такие техники прожженного продажника, короче, модуль курс молодого бойца, модуль жесткой подготовки к переговорам, то есть не жестких переговоров, а жесткой подготовки к переговорам. Окей, добро. Мне нравится… Первый этап это установление контакта и создание доверия, да. Да. И, казалось бы, избитая фраза, и, казалось бы, всем это понятно, но очень часто у продажников, у переговорщиков, у фрилансеров просто не хватает конкретного инструментария, а как устанавливать этот контакт. Ну, мне очень сильно нравится в этом плане анекдот, когда прибегают двое мышей, прибегают к сове и говорят, слушай, сова, что нам делать? Нас в лесу все просто глумятся над нами, пытаются либо сожрать, либо замучат, либо просто поиздеваться. Вот. Она смотрит на них и говорит, слушайте, ну, тут же все просто, тут же все просто, вы просто, если бы по сторонам посмотрели, увидели бы, что есть ежи, например, очень похожие на вас, у них просто есть иголки, вот вам надо стать ежами и все будет окей. Она говорит, супер, супер, как мы раньше не догадались сами, непонятно, прибегают домой, один мышц спрашивает другого, слушай, сова очень мудрейшая у нас в лесу, ты не знаешь, как стать ежами случайно? Он говорит, слушай, я не знаю, а ты, он говорит, ты, я не знаю, он говорит, что будем делать? Пошли к сове. Приходят к сове и говорят, сова, ты просто вообще гениальное решение нам предложила, вот, но у нас остался один вопрос, как стать ежами? Она говорит, слушайте, я не тактик, я стратег, я на мелочи не размениваюсь. Вот. И если мы говорим про переговоры, то вопрос, о как устанавливать этот контакт, и я думаю, что мы сейчас можем немножко поделиться лайфхаками и прям показать, что у нас вот этот этап перевода клиента из чужого в категорию свои проходит через, нам надо провести его через несколько инструментов. Это вербалика, это невербалика. Понятно, что переписки нам вообще невозможно использовать, казалось бы, вот ту самую невербалику, да, это жесты, это поза, это расстояние, с которым мы общаемся, использование там мебели, использование времени дня и ночи, то есть, когда мы все это делаем. Но даже в переписке есть огромное количество деталей, которые можно применять. Но мы, наверное, это пока как бы всю невербалику оставим отодвинем в сторону. Вот здесь сделан такой из этого маленький секрет, да, для нашего курса. А вот с точки зрения вербалики, друзья мои, у меня вопрос к вам. Наверняка вы сталкивались с комплиментом и понимаете, что это один из лучших инструментов, который можно использовать для того, чтобы с клиентом наладить доверительные отношения. И у меня вопрос, умеете ли вы применять и использовать комплименты в своей работе, особенно в переписке с заказчиком? Если да, то мы с Дмитрием ждем от вас какой-то там пример сферы комплиментов, которые вы используете во взаимодействии с вашим потенциальным заказчиком и мы можем их сейчас прям разобрать. Для меня это огромная сфера, для меня огромная сфера, я очень люблю эту тему, потому что, на мой взгляд, вот именно в технике дарения комплимента там просто бездонная, там уровень просто может быть глубочайший и важно иметь хотя бы базовый инструмент для того, чтобы использовать, использовать изящно, тонко, деликатно и мы, кстати, можем сейчас поговорить с... Я вспомнил анекдот про Наташу Ростову и весло. Один, я предлагаю все-таки его не рассказывать. Потому что, видишь, у онлайна есть свои минусы, мы не знаем какой процент красивых девушек у нас перед экраном, да? Есть ли у нас вообще сегодня слушатели 18 минусы, 18 плюс какое соотношение? Мы сейчас с тобой сильно рискуем с такими историями. Думаю, что на курсе мы и этими историями, тоже этими кейсами сможем анекдотами поделиться. Да, мораль в том, что нужно чуть-чуть больше информации выяснить про клиента. Окей, про комплименты напишите, поставьте, пожалуйста, плюс, если вы используете это в работе, технику комплиментов, поставьте минус, если не используете, если плюс, тогда приведите пример комплиментов. Что, не бьет? Да ладно, мне тут продажи, очитывая. пишите, пишите в личку, я думаю, что это все реально, всевозможно поделиться нашими эксклюзивными. Короче, в кулуарах расскажем. Да. Окей, это, короче, для тех, кто с нами будет двигаться дальше по части прокачивания продаж. Супер. Так, туго с этим. Да, я пока не вижу комплиментов. Я хвалю проект закачков. круто. Мне очень нравится этот комментарий. Смотрите, друзья мои, потому что очень часто мы, получив комплимент, мы, ну, сами оказываемся в какой-то странной ситуации, когда не знаем, как реагировать. И очень часто после комплимента, особенно живого, мы думаем, блин, лучше бы не говорить. Потому что, как сейчас с этим совсем быть? То ли встречный комплимент ему делать, то ли просто поблагодарить, то ли на что-то обратить, настаивать внимание, чего я не заметил. Поэтому, говоря о комплименте, есть несколько левелов, как говорится, несколько уровней комплимента. И мы сегодня поговорим буквально о трех-четырех инструментах из пятнадцати, которые, кстати, в той книге, которую Дмитрий рекламировал сегодня, рассказывал о ней. И, наверное, базовые принципы, базовые правила. У нас кто-то из участников уже написал, я хвалю проект клиента. Безусловно, необходимо обращать внимание на что-то, что не на поверхности, а то, что в глубине. И самые лучшие комплименты, которые мы можем делать, касаются не самого человека, вы абсолютно правы, а его достижения, того, к чему он приложил свою руку. Это его компания, его проекты, его результаты в хобби, в спорте, в увлечениях, в бизнес-решениях, в команде. И если вы сюда направляете свое внимание, комплименты уже более точные, более тонкие, более деликатные. Но вот в комментарии «я хвалю проект клиента» уже содержится такой риск, потому что в моем понимании комплимент и похвала это совершенно разные инструменты, которые надо уметь разделять. И понимать, что как только мы начинаем хвалить, то мы начинаем осознательно или подсознательно использовать три слова, которые надо вообще из техники работы с клиентом вообще убрать категорически. Это хорошо, молодец, правильно. Хороший там проект, там, какой вы молодец, что вы сделали то или другое. Вопрос, чем это заменить? Конечно же, заменяется это так называемая «я-реакция». Мне очень понравилось. Можете считать, что это, с одной стороны, похвала, но с другой стороны, это умение выходить из позиции сверху, как я называю, это родительская модель по отношению к нашему клиенту, в партнерскую модель или вообще вот такую игровую. Я это называю «ребенок-ребенок». И говоря о комплименте, говоря вообще о технике создания, быстрого создания доверия, вы заметили, какая у нас реакция была сегодня у аудитории, когда мы с Димой начали рассказывать притчи, истории, и еще даже не рассказали анекдот, но у нас уже такая живая движуха пошла в чат. Я в этом плане хочу вам рассказать историю, как, может быть, вы ее слышали, как Юрий Никулин построил свой первый цирк. И достаточно такая значимая исторически была история, когда сразу после войны он пришел к министру культуры, и тот с порога сказал, с чем бы вы ни пришли, в стране денег нет, ни на что выделять ресурсов, и финансов я не буду. Никулин повесил такую небольшую паузу в воздухе и сказал, да, пожалуй, вы тут абсолютно правы, как раз в эту тему есть анекдот. И рассказав анекдот, он потом достал из-под стола этого министра, который съехал в кресле и не мог никак остановиться. Министр спросил, что и где надо подписать. После этого у Юрия Никулина появился вот этот шедевр, первый его цирк, который по-прежнему дарит счастье, радость детям и взрослым. Так вопрос о том, что анекдот так же, как и комплимент создаёт ту самую атмосферу, детскую атмосферу наполненности вашей коммуникации и энергии и после этого как-то совершенно всё начинает идти по другому сценарию. И говоря уже о инструментах, которые необходимо использовать в комплименте, второе важное правило это научитесь не подвешивать комплименты в воздухе. Если мы с вами уже проговорили про то, что необходимо фокусировать своё внимание на то, чем человек гордится, на его амбиции, жизненные ценности какие-то, на его достижения, прорывные решения, то сразу после того, как вы подарили ему эту фразу, а комплимент это именно подарок, это не обратная связь на то, что он уже что-то сделал, вы ещё только зашли в коммуникацию и начинаете сразу с комплимента. И сразу после этой фразы задавайте какой-то вопрос. Здесь срабатывает два уровня. Первое. Вы освобождаете человека от кучи сомнений и внутренних мыслей в голове, а как реагировать на комплименты, а что мне теперь надо делать, как мне сделать встречный комплимент и прочее. Весь этот целый арсенал, который жужжит в голове. И второе. Смотрите, здесь есть магия. Магия комплиментов. Если человек знает деловой этикет, деловую этику, то после комплимента вы знаете, что самая правильная реакция это сказать «Да, благодарю». «Благодарю, что заметили». Но если вы задаете вопрос, то после этого глупо говорить «Да, спасибо». Но представьте, друзья мои, мы с вами общаемся меньше часа, а мы уже разбираем такие тонкие, деликатные вещи, абсолютно откровенно рассказываем, ну или по крайней мере заходят в те анекдоты, которые я бы не рискнул рассказывать, может быть, даже с друзьями в банке. У меня вопрос, а как мы можем выйти с вами в офлайн максимально быстро и уже пообщаться за чашкой кофе, поделиться самыми яркими, интересными историями жизни? Что сейчас произошло? Отличный комплимент. Да, если вы заметили, то сначала был комплимент из модели «Мы с вами создали вот ту самую атмосферу через ваш чат, через ваши откровенные запросы, через комментарии очень искренние». И вторая часть была связана сразу с вопросом «А как же нам выйти в офлайн? Для того, чтобы пообщаться лично и познакомиться». И вот в этот момент, скорее всего, ваше сознание сразу переключилось в решение второй задачи. И может быть, даже первую часть фразы, первую половинку комплимента многие и не заметили. Потому что наше сознание устроено таким образом, помните, как в истории про Штирлица запоминается первое и последнее. И последнее запоминается еще ярче, даже чем начало разговора. И вы уже думаете, так, где живет Дмитрий, где живет Николай, как нам либо в Новосибирске, либо в Москве в ближайшее время найти контакты, найти хорошую кафешку, где мы как встретимся. И уже, скорее всего, вспомнили пару интересных свежих анекдотов, которые мы за чашкой кофе сможем друг другу рассказать. И это рождает совершенно другую атмосферу. Это как раз рождает такое прорывное пространство, внутри которого вы уже не задаете друг другу кучу неудобных вопросов, а можно ли, нужно ли там перепроверять друг друга, какие будут скидки, а точно ли вы эти сроки сделаете. У вас возникает какое-то ощущение такой глубины отношений, глубины общения, и вы готовы напрямую задавать друг другу вопросы, тогда, когда в другом случае клиент начал бы перепроверять вас, может быть, где-то жестить, может быть, какие-то используют техники ведения агрессивной модели переговоров. Здесь это все уже уходит на второй план или вообще исчезает. Супер. Да, это очень круто. Благодарю, Николай, тебя за пример. Сейчас эфир может прерваться ненадолго, потому что час уже прошел, да, и я, наверное, сейчас его остановлю, сейчас мы подытожим, первую часть остановлю, эту, и начнем через некоторое время, там, буквально в течение пяти минут новую, и подытожим про комплименты, поэтому оставайтесь с нами онлайн, и разберем еще несколько интересных вопросов, которые касаются именно структуры продажки. Ребята, я благодарю вас за комментарии, значит, давайте я еще здесь, наверное, пролистаю вопросы, да, значит, первый вопрос, заказчики пропадают, вроде все окей, вроде хотят, а потом тишина, дальше, как грамотно донести ценности продуманного дизайна, так, это мне нужно куда-то, наверное, записать, да, я просто не очень хотел, очень хотел бы эти вопросы сохранить, чтобы на них ответить, так, как грамотно донести ценность дизайна, дальше, общаемся с заказчиком, уже договорились про сотрудничество и тишина, то есть, что делать, когда заказчик не выходит на связь, так, далее, делать ли что-то, если заказчик молчит, туда же будет ли запись, так, дальше, так, про ценность получить потенциального клиента, есть ли книги, в которых говорится об этих техниках комплиментов, конечно, есть, это книга Николая Голещихина, я уверен, у вас эта книга скоро появится, если вы придете к нам на следующий эфир, ну, то есть, через 5 минут, ладно, тогда на этом завершаем и продолжаем через 5 минут, добро, все, до связи, до связи,